Хотели посмотреть школу, где погибли там дети, альфа. Это далеко? Нет. Значит, прямо по трассе. Сейчас вот один светофор проехали, мост. Воротом подъезжают сейчас направо за столбом, и мы сейчас туда пройдем. Вот видите окна. Вот эти бутылки с водой. Так много ставили в эти цветки, но это не просто раньше, просто бутылки с водой ставили, вот видите сколько много, потому что вот детки, они очень сильно хотели пить, и воды им не давали, и вот эти цветки, вот это много было, и где-то там еще. Хорошо. 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 Мы на кладбище. Это около 350 человек, а может быть больше даже. Все те, которые погибли в Бесланской школе, кладбище официально было пристроено к кладбищу, которое было до этого. И, конечно, мы здесь ходим и все плачем, потому что, как скажем, он за разум заходит, потому что теряется просто весь смысл. Единственное только подтверждение тому, чтобы жить в этой жизни, я не вижу, как только жить в Боге, потому что тогда каким-то образом оправдывается вообще наша жизнь на земле. И сейчас была одна семья, там шесть человек с одной семьи, погибли все детки. И вот рассказывали про них, что это дети баптистского пастора, который потерял всех этих деточек, и они там, находясь в спортзале этой школы, под бомбами, без воды, в этом ужасе писали записки, на которых была молитва покаяния, и передавали учителям и другим деткам. Поэтому обадривают только то, что даже если они ушли на небеса, то просто, не знаю, у меня есть некое, может быть, даже, как бы, может быть, слово нехорошее, зависть такая, то, что они исполнили свою миссию на земле, может быть, ради которой и были призваны дойти до этой школы и дать слово спасения, покаяния, рассказать об Иисусе Христе, детям, а не просто так прожить свою жизнь, как многие люди, они просто заканчивают ее на кладбище без всякого смысла, и на многие вещи они совершенно непонятно, а зачем жил. Если жить, то исполнить волю Божию, даже если уйти, как некоторым кажется, раньше времени. Здесь медведи гуляют. Тут огромными буквами было написано «Спасибо, Россия». На вкус? Ну, такая вонючая минеральная вода. Очень полезная. Да. Натуральная. Прямо из-за... Потому что я понял, что, что не вонючая, это уже неправильно, краска какая-то, не натуральная. Да. Здесь чищеная. Здесь чищеная. Убивали очень много соседей. Просто за то, что ты родился, соседей доверен. Они сожгли вот эти все. Разбомбили вот эти дома. Все здесь было в огне. И потом заново построили. Вот из этого дома, которого проезжаем, заезжали. Приехали вечером, выходил человек, здесь живут люди. Да. И судя по тому, какое количество снарядов было сброшено на этот город, военные подсчитали, что если бы все эти снаряды на самом деле были взорваны, то этот город бы на самом деле прекратил свое существование. Потому что операция, она так и называлась «Чистое поле». Чистое поле, да. Что, к сожалению, к великому сожалению, власти Грузии их просто решили уничтожить целиком и полностью такую нацию, как Осетия и Южная. Здесь во время войны танк стоял, его подбили и, короче, улетело и вот здесь застряло мирное. И оставили его как на память. Мы находимся в одном осетинском селе, и вот в каске, в которой я стою, мы ее просто нашли у дороги вместе с гильзами. И мы вот едем с Кенвала, там так много домов и мест заборов, которые просто изрешечены пулями. И здесь вот все, что было, где жили осетины, это все подвергалось артобстрелу и пулеметным очередям. И здесь, ну, так много всего осталось через пять лет после войны, которые показывают на то, что здесь были просто мощные боевые действия. Если вот мы там налево немного посмотрим, то там уже видно грузинские поселения. И вот, ну, как бы вот у нас один из памятников или памяти, не знаю даже как сказать, от наших миротворческих сил. Снимаешь видео? Угу. Вот свидетельство того, что здесь недавно шли бои, война, вот просто буквально отошли предметы гильзы, то есть каска миротворческих сил в машине. Все рядом. Потому что ваш народ, он так сильно пострадал, и дьявол хочет перекинуть фокус на людей. Но люди здесь ни при чем. Они сегодня воюют, завтра они каются, потом они ходят с грузом в своей жизни. Почему? Потому что они совершают такие преступления. И это было с Иисусом Христом, который нам показал наивысшую любовь. Он пошел на этот крест, и вися на кресте, он говорил, Господи, Отец мой, прости их, потому что они не знают, что делают. Потому что это сумасшедствие, которое происходит в этом мире. Мы должны смотреть на себя, как на исфирь, о которой Господь сказал, может быть, ты для этого и пришла в этот мир. Когда вот так все плохо, когда беда, когда горе, когда кто-то потерял. А мы приходим туда для того, чтобы принести Христа. Потому что, знаете, когда мы уходим с этой земли, мы, как верующие люди, забыли одну главную истину. Что мы завязаны там, на небесах. А мы живем так, как будто всю вечность будем прозевать на этой земле. Слава Богу, у нас есть слово от Господа, что спасемся мы, и спасется весь дом наш. А мы с вами все сделаем. Я уберусь. Благодарю тебе, Господи, что ты не приходишь просто так. Ты, Господи, приходишь со своей силой. Ты приходишь, Господи, во имя Иисуса Христа. С твоим исцелением. Как, Боже мой, написано о том, что равными твоими мы исцелили во имя Иисуса Христа. Здравствуйте. Да, здравствуйте. Пожалуйста, проходите. Добро пожаловать в школу номер один. Микрорайон Московский. Добро пожаловать в школу номер один. Мы сейчас пристегнемся. Да, уже они молитвы на нас. Да. Разные. Так, не мальчик. Задим как. Мы посмотрим. Спасибо вам большое. У нас есть большая поддержка. Самое главное, что мы постоянно заботаем внимание, чувствуем, что мы наиболее со своей федерацией. И мы ценим вашу работу. Мы ценим то, что вы так добротушно относитесь не только к школам, но и ко всей республике. И я от имени детей, от имени всего педагогического коллектива и родителей уже я беспредельно вам благодарна и счастлива, что вы нам оказались. Спасибо, Деда Морозу, за подарки, за все. С Новым годом. Раз, два, три, елочка, гори. Ребята, соедините с вашими молодежками. Ребята, соедините с вашими молодежками. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Мы стоим у школы, как нам здесь сказали, в московской мараоне. Это единственная школа в Цкинвале, которая была отстроена после войны. И мы приехали с гуманитарной миссией «Ковчег» на это место, в республику Южной Осетии. И здесь были участниками проведения Нового года, который прямо сейчас прошел в этой красивой школе. Мы стали участниками в подарках, которые помогли в этой новогодней акции. И как сейчас нам рассказали о том, что несколько лет назад у нашего одного друга отец сказал о том, что разговаривал с одним грузином, который сказал, что через год здесь не будет ни одного осетина. Прошел год, и, слава богу, закончилась война. И именно через год так получилось, что здесь как раз не стало ни одного грузина. Но мы все-таки верим за то, что дело не в национальности, а в дружбе между народами. И время лечит раны. Поэтому пусть быстрее эти раны залечатся. И чтобы народы, которые живут рядом друг с другом, стали опять друзьями и братьями. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры Алексею Дубровскому!